В этом году нас ждет множество изменений законодательства. Пенсионный фонд и фонд соцстраха объединяются в единый социальный фонд России, введен единый налоговый счет и единый налоговый платеж. Меняется порядок уплаты налогов и страховых взносов, изменяются сроки внесения обязательных платежей и сдачи налоговых деклараций, а также введена новая персонифицированная и налоговая отчетность. Единый налоговый платеж станет единственным способом уплаты всех налогов. Уплачивать налог на профессиональный доход, сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов можно будет как в составе единого налога, так и отдельно. Отдельно уплачивается госпошлина, в отношении уплаты которой суд не выдал исполнительный документ. НДФЛ, уплачиваемый иностранным работникам, осуществляющим трудовую деятельность по найму на основании патента. Единый налог нужно будет носить на единый налоговый счет. Перечисляя единый налог, организации ИП должны будут указать платеж на поручение сумму платежа и свой ИНН и КПП. Деньги на налоговом счете будут накапливаться и списываться по мере наступления сроков уплаты конкретных платежей. За счет накопленной суммы в счет уплаты налогов и взносов будут производить сами налоговые органы. Давайте попробуем разобраться, что к чему, к чему готовятся организациям, индивидуальным предпринимателям, гражданам в наступающем, точнее уже наступившем году. У нас в гостях Тамара Высоцкая, начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом и УФНС России по Хабаровскому краю. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. И сразу, наверное, самого важного. Когда начинается срок оплаты налога по-новому? Заболтаемся, может быть. При введении единого налогового счета был установлен единый срок уплаты по всем налогам, это 28 число. При этом периодичность остается прежней. 28 число каждого месяца получается? Ну, каждого месяца или каждого квартала. То есть периодичность как уплачивалась, так она и будет уплачиваться с той же периодичностью. Но срок будет единый, 28 число. А единые налоговые счета уже для каждого предпринимателя сформированы? Да, конечно. Единые налоговые счета сформировались по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу. Произведено это все в автоматическом режиме. Со стороны налогоплательщиков не потребовалось никаких вмешательств. То есть все работает в автоматическом режиме. Раньше налоги оплачивали уже по факту, да? То есть отработал, вычислил сколько там нужно денежек оплатить и оплатил. А сейчас получается это больше как авансовый платеж? Нет, ни в коем случае. Единый налоговый платеж не предполагает авансовые уплаты. То есть это оплата налога в том же самом режиме, как привычно для налогоплательщика. Но единственный поменялся срок, то есть это 28 число. Налогоплательщик по желанию может оплатить и заранее, но а так, как он и привык, платит в установленный срок, то есть 28 число. То есть, например, индивидуальные предприниматели, если мы говорим по месячной, есть же по квартальной, да? То есть могут также раз в квартал вносить авансовый платеж, как они это привыкли делать, верно? Да, раз в квартал, да. И по налогам, и, собственно говоря, по обязательным платежам, которые они теперь будут платить в единый фонд. То есть сейчас не обязательно в платежном поручении указывать какие-то определенные КБК, да? То есть только вот ТНН и КПП указали. Ну да, КБК единый для всех, то есть единожды указав, в дальнейшем меняется только сумма платежа. Отлично. И налоговая уже самостоятельно распределяет, что куда, да? Да, самостоятельно по установленному алгоритму происходит зачет переплаты в счет уплаты налогов. А если вот переплата, да, у нас получилась, а можно ли часть суммы вернуть? Да, можно вернуть. То есть те денежные средства, которые находятся на едином налоговом счете налогоплательщика, признаются его деньгами и возвращаются по поручению налогоплательщика. Причем значительно сокращен срок этого возврата. Сейчас поручение на возврат налоговый орган должен направить в органы казначейства не позднее следующего рабочего дня после получения такого поручения. Ранее для тех же, например, индивидуальных предпринимателей, вот те платежи обязательные, которые они отчисляли в фонды пенсионные, фонды, фонд соцстраха, можно было вычитать из налоговой базы, если платить их вовремя. Это осталось? По этому вопросу, это осталось, да. Это осталось, но нюансы еще уточняются. Хорошо. Что касается формата отчетности, изменился такой же? Ну вот формат отчетности, то есть налоговые обязательства формируются по налогам налогоплательщика по тем же формам. То есть это налоговые декларации, расчеты и добавился новый вид, это уведомление об исчисленных суммах, авансовых платежах и страховых взносов. Предоставляется это уведомление по тем налогам, где предусмотрена авансовая система оплаты только по этим налогам. Форма утверждена, размещена на сайте ФНС России, то есть все доступно. А в личных кабинетах, тут сейчас предприниматель, допустим, зайдет в личный кабинет, там он увидит все эти изменения? В личном кабинете, в интерфейс личного кабинета также сейчас вносятся изменения, он будет более удобный и более информативный. Главной особенностью введения единого налогового счета будет то, что налогоплательщиков в состоянии, в режиме онлайн может видеть свое состояние расчетов с бюджетом. То есть это да. Ну и как у нас обычно бывают какие-то нововведения, изменения, много вопросов, информацию, подробности, деталей, где можно уточнить, если вопросы есть? Да, вся информация о едином налоговом счете размещена на официальном сайте ФНС России, налог.gov.ru, разработана специально для этого промо-страница, где в одном месте изложена вся информация необходимая для налогоплательщиков. Также имеется база вопросов и ответов, тоже собраны все поступающие вопросы и ответы. В разделе новости регионального сайта ФНС России, также на регулярной основе у нас размещается вся информация новая, которая появляется и которая необходима. Там же размещены контакты сотрудников, с которыми налогоплательщики могут связываться при возникновении вопросов. В общем, изменений достаточно много, вроде бы они все понятны, но если разбираться, начинать, то есть нюансы и лучше это сделать в начале года. Поэтому welcome на сайт налоговой, там все понятно, изложено, как только что сказали. Позаботьтесь о своих налогах, это в конце концов ваши деньги. У нас в гостях была Тамара Высоцкая, начальник отдела урегулирования состояния расчета с бюджетом Управления ФНС России по Хабаровскому краю.